ну что ж ареру мои маленькие любители покушать и мы продолжаем играть такую увлекательную сборку как stone block 2 и принципе как я люблю это говорить как я постоянно это говорю за кадр произошли некие изменения именно весь склад который располагался у нас центре вот этой вот наши ямы где мы появились у нас планы пересек сюда у меня здесь вот есть базик драйвера которые располагаются такой стеной впоследствии они будут заполняться всякими ячейками например сейчас у нас одна ячейка заполнена порохом гнилой плотью резинками и прочим здесь у нас такой вот небольшой уголок где находятся сундуки также был наш cobblestone генератор апгрейджен до второго тира для этого нужно было всего лишь предыдущий тир генератора обложить железом в принципе ничего сложного здесь у меня располагается нечто такое страшное и непонятное пока что но к этому мы обязательно придем только чуточку попозже принципе здесь у меня тоже ничего такого не менялось как и стоял в прошлой серии вот здесь вот у нас заготовка под наш дальнейший тинкер констракт вот здесь вот наши бонса и которые до сих пор растут и росли в за кадром здесь у меня образовалась небольшая такая схема по автоматизации добычи и лавы в принципе это была самая простая вещь которую я мог только сделать и она была реализована именно таким образом то есть здесь вот стоит к обустол на генератор еще один который выпал снова мне с наших ачивок здесь у нас стоит курсибал под курсиблом стоит блок ураниума шуточку попозже расскажу почему я взял его и откуда я его взял а уже непосредственно лава которая образуется с помощью нашего курсибла у нас идет непосредственно в iron drum ну а крафт у iron drum до ужаса простой для него всего лишь нужно немножечко железа а инструментом и прочему что у меня изменилось у меня выбились леггинсы и выбился лапис хелмет то есть это выпало мне с мобов которых я сейчас построил небольшую мобов ферму также мне оттуда выпал именно свор и именно оттуда мне образовались вот эти все ресурсы давайте же сейчас перейдем к этой ферме вот она у нас вот здесь вот находится на самом деле это просто до ужаса гениальное и до ужаса простое в строении которое можно было только придумать в принципе здесь у нас стоит земля если нажмем f7 сейчас мы можем видеть то что она поменьше на всеми красными перекрещьями значит то что на ней могут спавниться в мобы и будут они на ней спавниться но к сожалению только тогда когда мы отойдем далеко от этого места но тем не менее они здесь спавниться и все падают у нас непосредственно в эту яму падают они в эту яму с помощью таких вот вентиляторов вот эти вот вентилятор из так называемого мода суслик и крафт у них тоже довольно простой самое сложное наверное это было добыча рестована на начальных этапах но даже учитывая это крафт всего 11 штучек не было проблемы то есть у нас стоит здесь вот 9 и 2 по бокам чтобы они непосредственно все сливались центр с помощью вентилятора мы можем верхней панели управлять радиусом действия и нижней панели с помощью его скорости и даже банальной скорости в 5 единиц вполне хватает что же если мы спустимся вот под такой вот импровизированный лестница сюда вниз то мы увидим всех мобов которые здесь вот скапливаются и с помощью меча я их отсюда убью баю с помощью вот этого полублока который здесь стоит ни одна из живая душа не способна меня убить и благодаря этому это моба ферма наиболее эффективна жалению правда я не придумал что делать здесь пауками но я думаю что с ними что-нибудь я придумаю обязательно а теперь я хочу перейти непосредственно вот этой вот непонятной фиговине которая здесь стоит это очень замороченная система по добыче глины глины как вы понимаете понадобилась мне в больших количествах потому что в этой серии как я и говорил я уже все приготовил для того что построить вот в этом вот месте и кирпичку и так вот то есть у нас здесь стоит два синка то есть синк это такая вот раковина которая сама по себе производит воду помощь трансфер ноды из этого синка вода забирается и помещается сразу в котел два синка используется непосредственно для того чтобы ускорить весь процесс набора воды следом и с помощью нашего базе драйвера суда поставляется обычный даст который мы добывали еще и в прошлой серии то есть вот этот вот именно does который добывается подроблением обычного Так же как он сюда и поступает, так же он отсюда и выделяет с помощью нашей трансфер ноды из мода Extra Utilities и мы получаем на выходе глину. То есть для получения глины нам просто нужно прийти сюда, забросить наш даст и получить уже на выходе через какое-то время глину. И так, чтобы мне весь этот процесс работал более-менее автономно и стабильно, мне потребовалось 3 вещи, которые я до этого не крафтил. Это трансфер нода, флюид нода и сингл. И после того, как я получил практически неограниченное количество глины, мне нужно было скрафтить вот эту вот смесь. Называется она Грут и она сама нам говорит, что она есть Грут. А после нужно было пережарить непосредственно вот этот АМ Грут. После пережарки мы получим непосредственно серед Брик. Это вот те самые кирпичи, с помощью которых мы сейчас и будем строить нашу печку. Как можно понять по их количеству у меня в инвентаре, я за кадром их скрафтил достаточно большое количество. В процессе крафта я решил, почему бы и нет, и скрафтить заодно вот так называемый кондуит биндера. Это связующие элементы из эндер-эо, которые потребуются нам, но чуточку попозже по нашему развитию. И мы постепенно перешли непосредственно к постройке этой самой печки. Для этого мы просто берем эти Брики и делаем из них цельные кирпичи. Теперь нам нужно скрафтить непосредственно вещи, которые нам понадобятся помимо этого всего. Для моей печки потребуется 4 вот таких вот Тиаре Дрейн. Это непосредственно так называемое отверстие, из которого будет выливаться расплавленный металл. В количестве одной штуки нам также потребуется танк, где будет храниться лава, которая будет помогать нам в пережарке всего и вся. А также нам потребуется в количестве одной штучки этот контроллер. Помимо всего прочего, нам потребуется 2 штуки кейзинг бейзинг и 2 кейзинг тейбл. И еще скрафтить себе немножечко вот такого вот специального стекла, только в декоративных целях. Все, и теперь нужно непосредственно переходить к постройку самой печки. В принципе, все печки строятся по одному и тому же шаблону, и строить их можно в принципе в любых объемах. От объема печки будет зависеть только то количество ресурсов, которые мы сможем единоразово пережаривать в ней. Для постройки этой печки нам потребуется первый шаг, это мы заполняем нижнее пространство непосредственно середбриком, кроме самих углов. Дальше мы по окраине этого слоя выкладываем тоже середбрик. Вот мы по трем сторонам выложили, и теперь по финальной стороне я тоже выкладываю. Я беру вот этот танк и наш контроллер. И в принципе их можно разместить в любом месте нашей вот этой вот импровизированной стены. И по идее уже у нас печка заработала. Как мы можем видеть, мы уже можем зайти в наш интерфейс данной структуры. То есть уже замечательно. Следом мы можем до бесконечности буквально вверх продолжать печку и настраивать вот так вот слой за слоем. То пожалуй я сейчас еще пару слоев здесь наращу. И получается как только я поставлю здесь финальные наши блоки, у нас печка начинает заново работать. И это можно видеть как только здесь появилась такая вот небольшая анимация горения. И замечательно. И теперь непосредственно нам нужно настроить выход расплавленных ресурсов из этой печки. И для этого я непосредственно вот эти вот середрейны разместил вот таким вот образом. И по идее если я захочу они смогут отсюда выливать всю жидкость нам непосредственно в наши заготовки для нее. Но прежде чем это сделать я забыл подготовить такую вот немаловажную вещь. Это сделать вот такие вот краники. И непосредственно вот эти вот краники нужно размещать непосредственно на наши дрейны. Непосредственно под эти дрейны я ставлю кейзинг и непосредственно вот эти вот дейблы. То есть вот эти вот наши столы. И все по идее наша печка должна готовиться. Но к сожалению печки сейчас у нас не будет работать так как ей не хватает тепла для того чтобы пережали все эти ресурсы. Для этого я здесь уже начал производить лаву в неограниченном режиме, и вот эту систему можно сейчас поближе сюда перенести, для того чтобы лава поступала сюда в автоматическом режиме. То есть я беру в блок, ставлю наш блок ураниума, на него делаю крусибл, вот сюда ставлю cobblestone генератор, в него я втыкаю, то есть вот эту вот нашу ноду, соединяю с помощью трубы наш cobblestone генератор и крусибл. Уже можем видеть как сюда поступает наш cobblestone, и теперь нужно забирать отсюда лаву с помощью нашей ноды и парочкой вот таких вот проводов, к сожалению которых нам потребуется чуть больше чем один. Все, сюда я еще один провод поставил, и можем видеть как постепенно вот этот танк заполняется нашей жидкостью, которая нам так была сильно нужна. Теперь непосредственно на наш контроллер я ставлю у нас хоппер, на наш хоппер я уже ставлю сундуку, в который я должен буду складировать все эти ресурсы, но пожалуй я вот этот хоппер в данный момент лучше заменю на транспортную нашу ноду. И это я сделал с тем учетом, чтобы в наш контроллер была более удобная для нас возможность заходить с помощью руки, потому что хоппер занимает большее количество места, и в него будет бы заходить сложнее, а постоянно проверять это очень даже интересное занятие. Теперь по идее мне нужно забрать все те ресурсы, которые я уже подготовил для нашей последующей передачи и переплавки. Для начала мне потребуется пережарить пожалуй вот такое вот количество ресурсов, то есть я закидываю сначала сюда золото, это будет первым и необходимым ресурсом для передачи, а уже потом я закидываю сюда непосредственно наше железо. А сейчас с помощью кирпичей я сделаю заливку для наших будущих слитков. Для этого мне потребуется всего два кирпича наших будущих, я их кладу на наши столы, и сейчас с помощью золота, которое уже здесь расплавилось, я тыкаю по краникам, и с помощью них мы можем видеть то, что заливается сюда форма. И все, таким вот великолепным образом мы получили заготовки под наши слитки, то есть мы можем сейчас из этих наших краников выливать сюда вот слиточки и получать непосредственно уже готовые слитки. Все, мы получили два железа из одного кластера, а вот этот вот наш баррель или большой блок нужен для того, чтобы сразу минуя вот эту стадию, если у нас большие есть слишком объемы чего-либо, сразу получать именно блок железа, для того чтобы просто ускорять процесс, и это будет гораздо быстрее, нежели получать вот таким вот образом по слиточку. А сейчас с помощью тех ресурсов, которые я здесь получил, я непосредственно хочу скрафтить наш первый и не единственный, возможно, таймер, который я бы мог скрафтить на данном моменте. И я непосредственно вот этот таймер разместил именно в этом месте, для того чтобы он воздействовал непосредственно на две вот этих наши кейзена, и таймер непосредственно я выставил на 20 секунд. Теперь с помощью того железа, который непосредственно я же здесь и добыл, я скрафтил два хоппера, и непосредственно вот эти два хоппера я непосредственно размещаю под нашими кейзинами, и они в автоматическом режиме смогут забирать все эти слитки, которые мы получаем с помощью нашей плавильни. Ну и таким замечательным образом мы можем получить полностью рабочую в автономном режиме буквально плавильню, которая нам перерабатывает буквально на воздухе, все то, что нам необходимо перерабатывать, и причем это еще автоматически удваивает. И последний штрик, который я хотел бы сделать, это размещение вот такого небольшого декоративного элемента в виде серед стекла. И сейчас я хотел бы заняться такой вещью, которая поможет мне в дальнейшем при прохождении очень даже эффективно, а именно я бы сейчас хотел скрафтить ведьмину воду. Ведьминная вода получается достаточно интересным способом, и для этого нужно перерабатывать в сите другие ресурсы помимо нашего гравия. Как можно видеть, в процессе переработки гравия я даже получил наши алмазные ситы, и у меня еще даже остались некоторое количество алмазов. И помимо гравия я перерабатывал также сюда и песок, и наш даст. И получил такие вот предметы, и часть из них вы еще видели в более скомпрессованном виде, которые уже у нас успешно были закинуты в печку. И вот таким вот образом просеивая наш песок, я получил ураниумную пыль, пережарив которую мы смогли получить непосредственно ураниум, и сжав который в блок, мы смогли получить блок ураниума, который дает нам 20х коэффициент при переработке булыжника в лаву. И непосредственно перейдем к созданию этой ведьминой воды. Для этого нам потребуются вот такие вот Ancient Spores, которые получаются непосредственно при переработке нашего песка в осите. И именно с помощью этих спор нужно заразить обычную землю, и подождать когда вот эта вот наша вода переработается в ведьмину воду. И по идее все, вечер влота мы можем отсюда замечательно забирать. В идее мне хватит и одного наверное ведра на все про все. И вот эта вот вся ферма строилась для того, чтобы получать непосредственно именно скелетов, потому что они более-менее самые необходимые. С помощью этой ведьминой воды мы можем перерабатывать непосредственно наши скелетов в визор скелетов, а наших криптеров в зачарованных криптеров. И сейчас мы их убьем. И с помощью убийства вот этих вот визор скелетов, которые мне так необходимы, мы можем получать различные вещи, например визор даст. Но помимо визор даст мы можем получить еще с некоторым шансом дропа оф его. И это именно та вещь, которая мне необходима с большим энтузиазмом и в большем количестве. Именно с этой с помощью мы сможем увеличить количество мобов, которые здесь сможет спавниться. Но об этом чуточку позднее и возможно я с помощью вашего позволения ухожу на гигантскую паузу для того, чтобы нафармить эту необходимую дропу оф его. И спустя какое-то время набрав определенное количество ресурсов, убивать таким вот образом скелетов, я все-таки добыл этот вот заветный дроп оф его, с помощью которого я сейчас буду вершить правосудие над всеми этими мобами. Я с помощью него заражаю всю эту землю буквально вот в таком количестве, благодаря чему все эти мобы буквально в неограниченном количестве будут теперь спавниться и падать в них. Спавнуть этих вот мобов теперь гораздо больше и убивать я их могу теперь более чаще. Соответственно ресурсы получаю большее количество, что и было в моей изначальной серии. Вообще идеально было бы вариантом изначально скрапить такую вещь, которая бы помогала мне убивать мобов без моего участия. И замечательным примером вот такой вот вещь является моб мастер из так называемого мода моб гриндер. Крафт у него до ужаса простой, все для этого у меня практически есть и это можно сейчас прийти к его крафту. И все, по идее я уже его скрафтил. По факту это очень необходимая и очень на самом деле полезная вещь. Реализации вот этого моего плана нужно вот эту вот дырочку заткнуть, поставить непосредственно вот моб гриндер здесь. То есть вот он здесь поставился у нас и теперь в принципе можно его активировать, я думаю, да? То есть замечательно, все эти мобы у нас умирают и даже мы получаем никакой-никакой но луп. И вот этот рычаг, который у нас находился под нашим моб гриндером, лучше перенести, я думаю, вниз. И замечательно, теперь мне остался еще один такой вот злополучный момент. Придумать такой небольшой план, как именно собирать мне весь этот луп, который здесь вот у нас складируется. И в качестве эндер хопера у нас замечательно подойдет эндер хопер из Dark Utilities. У него крафт в принципе простой, для него самое сложное, наверное, это понадобится обсидиан. Для производства обсидиана нужна лишь вот этот вот наш драмс с нашей лавой, наш stone barrel, в который я заливаю вот эту лаву. Над ним должна стоять вода и с помощью этого я забираю наш обсидиан без использования буквально алмазной кирки. И количество второй штучек у нас уже замечательно появились они. Дальше мне нужно в чуть меньшем количестве нестабильный эндер пёрл. Все ресурсы у нас для него уже подготовлены были. Последний инструмент это хоппер. И я перехожу непосредственно к крафту самого эндер хоппера. Замечательно. Если я правильно помню, именно этот хоппер нам поможет собирать ресурсы, именно телепортируя их сюда. Замечательно. Вот таким вот незамысловатым образом мы получили систему, при которой у нас умирают буквально все мобы в неограниченном количестве. И все ресурсы, которые у нас падают с этих мобов, у нас хранятся, перескладируются непосредственно в нашем сундучке. И давайте заберем пока есть возможно все ресурсы, которые у нас есть отсюда. И мы получили тот самый дроп офил, который нам нужно было изначально. Для чего все это и делалось. Идеальная система падения этих активов, конечно, но все же. Я с вашего позволения скрафчу еще один вариант вакуумного хоппера. Только чтобы проверить, так ли эффективно будет справляться этот вариант. Если нет, то мне придется, наверное, переносить всю эту систему просто в другое место для упрощения всех моих манипуляций. А, замечательно. У нас даже переполнилось все это хранилище. И с помощью вот этой вот тонкой настройки я смогу, так сказать, вакуумному хопперу составлять все ресурсы непосредственно уже в наш готовый сундук. И одна из причин, по которому я занимался всем этим процессором, являются такие вот наши улт-честы, улт-бэки. Ну и спустя какое-то время наша ферма по убийству мобов в автоматическом режиме выглядит именно вот так. В этой же части у нас происходит непосредственно убийство самих мобов и их спавн. В наш моб-гриндер добавилась еще парочка наших апгрейдов, то есть апгрейды на удачу и на шарпнесс. Следом у нас стоит на нашем, так сказать, буферном сундуке небольшая такая вещь, как айтем-коллектор. Он выпал мне с одного из лут-боксов, которые выпадают непосредственно из этих мобов. Можно было обойти и с предыдущим видом хоппера, но пока я решил, в принципе, остановиться на этом, потому что он забирает сюда вещи непосредственно автоматически и без каких-либо задержек. Ну а следом из нашего сундука всеми возможными способами нужно забрать ресурсы, чтобы их отсортировать. Забираю я их с помощью наших эндер-кондуитов из мода эндер.ео. Каждый кондуит у нас настроен на мод экстракт и на то, чтобы постоянно быть активным. То есть все эти кондуиты... Блять. То есть все кондуиты настроены на то, чтобы максимально быстро забрать все ресурсы, которые поступают в сундук, а дальше уже провести по всем возможным сундукам и лишние ресурсы отправить в мусорку. Дальше у нас здесь вот стоит базик-драйверы 2х2, таким вот образом, и в некоторые из них запихнуты апгрейды на максимальное количество вместимости. То есть как это работает? Я сначала здесь поставил базик-драйверы, запихнул сюда те паттерны, которые я хотел бы видеть, и просто пустил за ними провода. Таким образом, все ресурсы сначала попадают в сундуки, если в них есть свободное для них место, а те ресурсы, которые не могут никуда из этого попасть, они попадают непосредственно в мусорную корзину. Ну и таким замечательным образом мне получается убивать сразу нескольких зайцев. Первое. Я коплю кучу ресурсов, которые помогут мне или не помогут в будущем. Я коплю лутбеки, открытия которых поможет мне ускорить мое развитие и даст мне всякие полезные вкусности. Я коплю одно из самых важных предметов, это непосредственно око эндера и на данном этапе угли. Коплю я также непосредственно экспириенс. А также, наверное, самое главное, это головы. Все возможные головы, которые только можно здесь вот добыть. А самое, наверное, как вы понимаете, главное, это непосредственно головы визора скелетов, которые падают непосредственно с визора скелетов, которые спавнятся непосредственно на нашей этой бренной земле. И пока, я думаю, что эту ферму можно считать полностью достроенной. Оформление, конечно же, ее останется непосредственно за кадром, и тратить на это время сейчас я не вижу смысла. Ну и последнее, конечно же, самая важная деталь, которую нужно было бы сказать. Непосредственно над нашим моб-гриндером располагается наша ведьмана вода, чтобы непосредственно все скелеты, которые здесь спавнятся, обращались в визор скелетов, чтобы с них была возможность получать непосредственно эти самые черепа. Ну и, пожалуй, на такой прекрасной ноте, пожалуй, можно завершать постепенно нашу серию. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся. Ну и уже по сложившейся традиции, я не забываю оставлять ники тех, кто оставляет комментарии под прошлой серией. За нулевую серию человек с данным именем попадает в нашу табличку, а за первую серию непосредственно попадает Владислав Пивоваров. Я выражаю этим людям огромную благодарность за то, что они оставляют комментарии под моими видеороликами. А также я хочу напомнить то, что любой из вас может попасть в видеоролик, просто оставив комментарий. На этом все. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok